Друзья, всем привет! Жука Витальевна связи. Не обещаю, что сегодня кратко, но определенно по делу. Разберем ситуацию на крипторынке. Классный, конечно, подарок мне он преподнес на день рождения. Ну что ж поделать, давайте смотреть. Некоторое время я отсутствовал на ютубе, но у меня был довольно сильный загруз. Напомню вам, соответственно, мои соображения заключались в том, что от уровня 8400-8600 стоит ожидать отскока. И лично я там набирал позиции, но, соответственно, рынок у нас продавили. Да, это, конечно, очень неприятно, но что ж поделать, такая у нас составляющая рынка, и с этим стоит мириться. В этом же выпуске разберемся, все, встали ли мы на глобальную поддержку, и от нее уже стоит ожидать серьезный такой крутой отскок. Либо это начало чего-то большего, и нам с вами стоит ожидать глобальный откат. Давайте посмотрим на графики. Криптовалютный обменник 100BTC.pro Рассмотрим биткоин на биткоин. На более крупных таймфреймах. Хотел бы обратить ваше внимание, насколько импульсно давит рынок. Бам-бам-бам. Непосредственно здесь хотел бы обратить внимание на повышение объема. Хотел бы обратить внимание на то, как откупается этот момент. Это довольно важный момент, потому что если мы будем смотреть актив на дневке, мы с вами обнаружим, что мы, соответственно, находимся на поддержке. Соответственно, эта свечка еще не закрылась. Ее можно будет рассматривать как сквиз, если сегодня откупят у нас до уровня 7300. И, соответственно, можно будет рассматривать как точку входа или усреднение. Что же касается непосредственно по самой ситуации, которая у нас ниже. Ниже у нас есть незначительная поддержка. И следующий уровень, вот как я писал в своей закрытой группе ребятам, 5000 долларов. Лично я набирал на уровне плюс-минус 8500-8600, потому что я ожидал, что все-таки мы с этого канала накопления будем ловить коррекцию. Но, увы, мы его пробили. И сейчас формируем такую довольно стремную ситуацию, в которой вроде как будем идти ниже. Скажу честно, в глубокое падение я не верю. Тут потому что в глубоком падении все-таки немного по-другому льют рынок. И обычно рассматривая какое-то именно падение, такое мы с вами вот наблюдаем. Вот, например, у нас есть какая-то консолидация. Нам дают импульс, дают второй импульс. Уровень паника пошла продажа. Здесь такого нет. Каждый локальный среднесрочный уровень у нас удерживается. На возросших объемах, соответственно, откупает 7000. И все же, я думаю, здесь довольно неплохая вероятность, что на нефт у нас здесь будет формироваться ложное пробитие. Поймите, я был бы и рад сказать, что у нас сейчас будет пробитие всех уровней. Мы с вами пойдем на 6-5 тысяч долларов. Но не льют так рынок. Ну, просто тупо его так не льют. Это разводилово. И разводилово довольно очевидное. Просто вопрос, на каком уровне мы развернемся. Сейчас отлично, просто потрясающе сносит по стопам лонг позиции. И действительно, в такой ситуации я все-таки бы рассмотрел ситуацию с сложным пробитием и выходом выше. Начнем с ситуации с Ripple. Также будем его смотреть на крупном таймфрейме. Чисто на крупном таймфрейме сразу же напомню вам вот эту вот ситуацию. Когда мы тоже заходили, там дальше есть уровень. Заходили под уровень, показали сквиз и пошли в рост. Здесь плюс-минус точно то же самое рисуется. Объем повышенный. Журнал сделок очень хороший. Стаканы также хорошие. И здесь тоже какой-то там убер глубокой коррекции, которые очень многие вангуют ниже 20 на уровень 15 центов. Но не рассматриваю. Здесь куча уровней, куча глобальных уровней, с которого актив будут откупать. Лично я актив набирал в среднем по 25,5 центов. Здесь, да, ситуация довольно шаткая. Но еще раз говорю, такая глобалка, такой уровень. Не мудрено, что здесь довольно неплохо актив выкупает. Повышенный объем. И я здесь жду коррекцию. Минимальная коррекция цены, соответственно, это вот в эти зоны. А это минимум 27 центов плюс-минус. Поэтому не вижу здесь какого-то страха, что я так набрал. Да, определенно очень неприятная ситуация. Но что ж поделать, здесь только ждать закрытия крупных таймфреймов. Пока что предпосылок для того, чтобы прям как-то сильно переживать и быстренько так фиксироваться, я не наблюдаю. В двух словах, просто ситуация, которая, ну, определенно некомфортная. Малость расстроила меня эфир. Позицию я набирал по 178 долларов. Глобалку не тронули. То есть глобалка здесь очень хорошо держится. Но то, что пробили уровень 165, ну, не есть очень круто, определенно. Также здесь буду смотреть по крупным таймфреймам. Пока что закрывать актив не вижу смысла. Здесь есть место закрытия. Это где-то уровень 135, вот так, 135-140. Это уровень, на котором, да, придется закрываться в минус, в хороший минус. Потому что там у нас уже будет определено вот эти вот уровни. Сотка, восьмидесятка. Но пока что, еще раз говорю, вот видите, эти все поддержки. Вот если смотреть это на крупных таймфреймах, это у нас на выходе просто может быть сквиз на стопы и дальше выстрел. Поэтому пока что прям бегать с горящей жопой, как говорится. Но определенно рано. Да, еще раз говорю, неприятно. Поверьте, у меня тут очень хороший баланс. Очень хороший баланс. Ну, что поделать, занимаясь этим годами, такое тоже бывает. Что бы я сейчас сделал, скажу честно. Я все-таки рассматриваю то, что это такой прям развод. Развод, развод. И мне кажется, что есть смысл набирать здесь позицию. Скажу лично за себя, несмотря на общую панику. В данной ситуации у меня очень большое желание докинуть на биржу денег и еще добрать позицию. Другой момент, потому что у меня сейчас просто нет свободной адекватной суммы. Подводя итоги, скажу честно. Как бы страшно сейчас не выглядел рынок, но у меня лично вот какое-то прям такое сильное желание в него войти. Очень выглядит разводом определенной. Очень сильно выглядит. Не потому что я в позициях. Я, поверьте, от этого очень хорошо, очень сильно абстрагируюсь. Дело абсолютно не в этом. Дело в том, что так рынок не льют и таких откупов, таких удержаний, в том числе муниполитивных. Но нету смысла никакого делать. Вспомните ту же девятку 9300. Да, потом у нас там был пробой, когда не было объемов. Но когда объемы были на первых коррекциях, и сейчас объемы есть. Также все очень сильно ссались. Но в итоге рынок у нас пошел в разворот до уровня 12 с копейками. Здесь плюс-минус. То есть здесь действительно ситуация выглядит как вероятный потенциальный пробой уровня. Движение на 6-5 тысяч долларов. Но я просто не верю. Вот понимаете, как говорится, не верю. И если бы у меня сейчас были свободные деньги, я бы их донес в рынок. Но, увы, как говорится, на последние, на заемные в рынок входить нельзя. Поэтому позиции у меня набраны выше. Позиции по текущей ситуации, конечно, набраны очень так себе. Но ничего тут не поделаешь. Что касается локалки среднесрока по биткоину. Все-таки, я думаю, здесь сформирует ложный пробой. И актив стоит ожидать 7400-7600. То же самое с эфиром. Причем по эфиру, мне кажется, можно вообще сейчас хороший процент собрать. Да, возможно, кто-то скажет, что даже сейчас набирать это ловить падающие ножи. Отчасти с вами соглашусь. Но еще раз говорю, это прям выглядит как развод. Время рассудит, время покажет. Такое на рынке было неоднократно. Такое на рынке будет неоднократно. Потому что он у нас нерегулируемый. Поэтому пенять и расстраиваться с этого, ну, чушь собачья. Если был полезен, поддерживайте лайком, оставляйте мысли в комментарии. Ну и подписывайтесь на канал. До следующего выпуска, друзья. Работаем.